Макс, сейчас точно кто-то скажет, Светлана не переодевается в одной одежде, в двух подкастах подряд. Будем ждать. Три закона, которые принесут вам изобилие, богатство и, конечно же, уверенность в себе. Две роли, которые сделают богатой каждую женщину. Всем привет, здравствуйте! Я по-прежнему Керимова Светлана и рада вас приветствовать на нашем любимом канале Woman Insight. Снова изучаю ваши комментарии под предыдущими нашими подкастами и увидела крик души, что вы не понимаете, у вас нет ясности, как устроена система, почему у кого-то качество жизни с каждым годом повышается, а у кого-то жизнь как будто деградирует, качество жизни с каждым годом как будто ухудшается. Напишите мне в комментариях, вы в какой команде сегодня играете. И поэтому я решила с вами сегодня обсудить три основные базовые вещи, как правила жизни, как финансовая базовая грамотность и какая у меня стратегия финансового изобилия. И начну я наш подкаст с истории. Я женщина Insight, Woman Insight, ну как в принципе называется наша компания уже 16 лет, как называется этот канал. И в какой-то момент я поняла, что у меня огромное количество идей. У меня столько идей, я все их люблю. Я так не хочу делать аборт своих идей, я хочу давать жизнь своим идеям. То есть меня что-то осенило, я чего-то прозрела, мне хочется взять идею и дать сразу ей воплощение и реализацию, чтобы этот проект начал жить, чтобы запустить этот какой-то проект, канал, благотворительные какие-то проекты, какое-то бизнес направление, какой-то бизнес юнит. В общем, у меня всегда было огромное количество идей. Я так устроена. В дизайне человека у меня есть канал идеи, я должна этими идеями щедро делиться или буду наказан. Так вот, каждый раз, когда у меня возникает какая-то идея, моя идея или моя фантазия, она сталкивается с реальностью. Она бьется об реальность, а реальность — это деньги. На реализацию идей нужны деньги, нужны ресурсы, нужны люди, нужна команда, потому что я точно не умею все, не знаю многого, и я сама ничего не могу сделать. В команде, например, в Human Insight работало от 50 до 300 человек в свое время. И мне нужны ресурсы, чтобы привлекать специалистов, ставить их на разные функции, на разные позиции, на разные задачи, чтобы каждый профессионал круто делал свое дело, и тогда только можно реализовать свои идеи. Нужны деньги на продвижение, на маркетинг, потому что никто не узнает о моей идее или проекте. Ну и нужны еще какие-то ресурсы. Вы знаете, что у нас есть три ресурса — время, деньги и энергия. Энергия — это внимание. И если у вас нет денег, вы должны тратить больше внимания, больше энергии, больше времени. Если у вас есть деньги, вы покупаете за деньги, у вас становится больше времени, потому что, представьте, я работаю одна или работает 50 человек, да, то есть у нас в 50 раз больше времени. И точно так же вы меньше тратите энергии. То есть эффективность повышается, когда вы меньше тратите времени, энергии и денег, а результат происходит больше. В какой-то момент я очень загорелась идеей. Идея, вы эту идею уже видите воплощенной. Это образовательная платформа Women Insight, наш лучший в мире женский университет. Кто не знаком, ссылка будет в описании под этим видео. Но на воплощение этого одного лучшего университета для женщин нужны были большие ресурсы, около миллиона долларов. И, естественно, высококвалифицированная, большая команда, которая могла бы эту идею воплотить. Идея платформы Women Insight, она была давно, она как бы бродила вокруг меня. Но когда пришла чума 21 века, ковид, и у нас фактически закрылась сеть филиалы, да, 13 у нас было городов в четырёх странах, были центры женского развития Women Insight. Тогда я поняла, что это знак. Раз мы не можем построить тысячу центров по всему миру, значит, мы сделаем один лучший женский университет. Я жила этой идеей, я крутила её в картинках, в деталях. Я думаю, вы делаете точно так же, когда у вас рождается идея, и вы чего-то сильно хотите. Напишите мне в комментариях, так же ли у вас это происходит, когда беременеешь идеей, и ты её как будто вынашиваешь, она тебе снится, ты с ней просыпаешься, засыпаешься, она обрастает мяском, обрастает мышцами, обрастает деталями. В общем, я настолько в голове уже воплотила, знаете, каждая энергия стремится стать материей. Получается, у меня уже энергия в голове настолько ясно видела нашу с вами женский лучший онлайн-университет, что мне казалось, что это уже почти материализация, и она почти уже есть. Но когда наша идея оживает, она сталкивается с реальным миром. А в реальном мире нужны ресурсы, чтобы идея воплотилась, реализовалась и родилась. А ресурсов тогда не было. Я помню тот момент, когда я прописывала листы, целые полотна стратегии, и понимала, что я в ловушке, я не могу реализовать свою идею, у меня элементарно просто нет на это денег. Именно тогда я осознала, что мне нужно быть богатой для того, чтобы реализовать все свои идеи, давать им жизнь, не делать аборцевых идей, а воплощать их. И сегодня я хотела бы с вами поговорить, а что значит быть богатой, и какой план появился у меня после этой истории. Но прежде чем я поделюсь с вами своей целью и своим планом, я хотела бы коснуться основ финансовой грамотности, основ, базы, изобилия, богатства, которые когда-то впервые я прочитала в книге «Богатый папа, бедный папа» у Роберта Киосаки. Итак, внимание на экран. Мы с вами уже об этом говорили, но я думаю, что повторение мать учения, тем более я понимаю, что из всех, кто послушали это в каком-то из предыдущих подкастов, сделали реально какие-то действия всего лишь 1%. Итак, в книге Роберта Киосаки когда-то еще маленькая я прочитала о квадранте денежного потока. Существует 4 источника денежных потоков. Первый источник — это вы являетесь профессионалом и сотрудником какой-то компании. Вы даете ценность компании, вы производите какие-то продукты своей деятельности, а компания в ответ дает вам стабильную заработную плату, бонусы, привилегии и так далее. Второй источник в денежном потоке — это когда вы идете на следующий квадрант. Это самозанятый, можно так назвать, или просто специалист. К этой категории относятся, например, психологи, консультанты, коучи, те, кто работают на дому, блогеры сегодня, которые являются самозанятыми, они имеют какую-то профессию и сами на себя фактически работают. Здесь, по идее, денег больше, чем в предыдущем квадранте, но не факт. Например, я живу в Кремниевой долине, и вы знаете, что Кремниевая долина — это место, в котором находятся все топ-20, топ-50 самых дорогих и богатых компаний мира. И в этих компаниях работают тысячи сотрудников. И вот в моем окружении ребята, которые работают в Фейсбуке, которые работают в Амазоне, которые работают в Нетфликсе, и они, как сотрудники, зарабатывают столько, что им в голову никогда не придет быть самозанятым, быть специалистом, работать самим на себя. В Америке открыть бизнес или даже работать на себя — это настолько низкая рентабельность, настолько маленькая прибыль, что, конечно, они будут работать в компании, зарабатывать от 200 тысяч долларов в год, и у них такой идеи вообще в принципе не возникает. Следующий шаг в денежном потоке — это предприниматель. Это тогда, когда вы берете ответственность на себя за других людей, нанимаете сотрудников и делаете бизнес — малый, средний, большой бизнес, неважно. Это предпринимательство. Кстати, иногда предприниматели зарабатывают меньше, чем сотрудники, поэтому не обесценивайте себя и не летите в разные эти стороны квадрата денежного потока, а будьте честны с собой и очень внимательно к себе прислушивайтесь. Есть еще один наш четвертый пункт в денежном потоке — это роль инвестора. Роль инвестора — это когда вы управляете потоками денег, и тогда, когда вы профессионально разбираетесь в том, чтобы ваши деньги зарабатывали, а вы при этом занимались тем, что вы хотите, тем, что вам действительно интересно. Так вот, первое, в базовых основах финансовой грамотности, что я хотела вам донести, вы можете быть сотрудником, вы можете быть специалистом, вы можете быть предпринимателем, вы можете быть кем угодно, но инвестором вы быть обязаны. К сожалению, в тех странах, в которых мы с вами выросли и родились, это не было принято и впитано на уровне, я не знаю, образования, в школе, и не пропитаны мы такой точкой зрения. Но если взять Америку, это капиталистическая страна, для них капитал — это главное слово. И они с детства учатся быть именно инвестором, иметь, собирать какой-то капитал, инвестировать его и получать пассивный доход от того, что приносят, что зарабатывают твои деньги. И когда я читала книгу Роберта Киасаки, меня это как бы восхитило, меня это поразило. А когда я столкнулась с ситуацией, что у меня есть мечта, есть идея, но нет денег на её реализацию, тогда я твёрдо убедилась в том, что это теперь основной фокус мой. Какая правильная цель для меня? Какая следующая планка? Смотрите, вначале я училась просто зарабатывать деньги. Я училась зарабатывать деньги, я занималась чем угодно. Вы помните, я с вами делилась, не буду повторять. Потом я была самозанятой, то есть я училась зарабатывать деньги, меняла разные профессии от недвижимости до бровиста, визажиста. В какой-то момент я нашла продукт, который сильно я поверила, и я понимала, что это нужно людям. Я увидела отклик от людей, я увидела потоки, когда я начала этот продукт предоставлять, и на основе одной своей идеи построила бизнес, которому уже 16 лет. То есть я 16 лет была предпринимателем. Но слава богу, что когда-то на моём пути появился ментор-наставник Киосаки, например, он даже не знал о моём существовании, но был моим ментором-наставник, и сказал мне о том, что ты можешь быть кем угодно, заниматься чем угодно, но инвестором ты быть обязана. И с тех пор я начала учиться накапливать капитал, откладывать деньги, аккумулировать прибыль каждый год. Сейчас мы с этим разберёмся более детально, не спешите. Сейчас мы всё сделаем. И я начала инвестировать. Инвестировать как могла. Иногда я так обжигалась. Если помните, был 2008 год, всемирный экономический кризис. Я тогда проинвестировала в недвижимость, купила офис, это некоммерческую недвижимость, который я думала, я сделаю ремонт, приведу его в порядок, приукрашу и продам его дорого и разбогатею. Но, как вы понимаете, это были кредитные деньги в доллар. Пришёл 2008 год, и я влетела на минус 500 тысяч долларов в долг. Я погоревала, поплакала, сделала выводы и пошла дальше. Следующие много лет мне приходилось отдавать свои долги, чтобы потом снова начинать накапливать. Я делала работы над ошибками, я пыталась хакнуть, как устроена система, я училась, получала знания. У меня было правильное окружение, учителя и наставники. И это позволило мне создать сейчас какой-то себе капитал, который приносит мне пассивный доход и позволяет мне, например, жить в Америке. Очень сильно помогает мне быть более уверенной и делать так, чтобы качество жизни моей с каждым годом улучшалось. И на сегодняшний день у меня есть вот такая идея, такая цель, я с вами ещё раз ею поделюсь. Раньше я хотела научиться зарабатывать миллион долларов в год, а сейчас я хочу, чтобы у меня миллион долларов в год был пассивного дохода. Знаете, что для этого нужно? Берите калькуляторы, считаем. Мы берём 10 миллионов долларов, умножаем их на 10%, это примерно в среднем 10% годовых приносит портфель инвестора, когда вы в разные направления вложили свои 10 миллионов, и в сумме они вам в среднем за 50 лет в итоге приносят 10% годовых. Так вот, 10% годовых — это как раз миллион долларов в год. А теперь сделайте эту математику для себя. Посчитайте, какой вам пассивный доход нужен каждый год. А рядом запишите, что это 10% от и свою сумму. Например, если вы хотите 100 тысяч долларов пассивный доход в год, значит, вам нужен капитал миллион, который вы проинвестируете, сделаете себе разные виды инвестиций. То есть у вас будет пассивный доход, который покрывает ваше качество жизни, а вы при этом будете себя чем-то ещё баловать, будете заниматься тем, что вам действительно интересно, будете рисковать более смело, идеи свои воплощать, в платформу вкладывать, в благотворительный фонд для подростков. И вот у меня такая картинка. Но для этого нужна стратегия понимания того, что ничего не произойдёт в вашей жизни случайно. И для того, чтобы создать это изобилие богатства, чтобы создать капитал, нужна сильная стратегия жизни. Нужно быть женщиной, у которой есть план. И сейчас я хочу вам рассказать о самой грандиозной новости 2024 года. Я приглашаю вас стать частью премиального проекта «Перезагрузка жизни», в который входят два моих флагманских курса. «Продукты гордость». Курс «Искусство наслаждения» — это курс о высшем пилотаже в сексе. И курс «Стратегия твоей жизни». Это курс о том, как создать сильную, мощную стратегию в своей жизни и достичь высшего пилотажа в жизни. И самая главная новость вот в чём. Впервые за долгое время и, возможно, в последний раз я беру всего 100 женщин и буду сопровождать 4 месяца вас как наставника. Этот проект я создавала в честь дня рождения компании «Вуман инсайт». Нам в сентябре будет 16 лет. Этот проект я создавала себе подарком на день рождения, который будет 11 декабря. Этот проект я создавала, потому что я сейчас прохожу свою собственную перезагрузку в жизни. Моя жизнь сильно меняется, и я буду переписывать свою стратегию, буду выходить на новый уровень, и я хочу это делать с вами. Всего 100 женщин, которые хотят перезагрузить свою сексуальность и выйти на новый уровень в искусственное наслаждение своей жизнью, сексом и партнёром. 100 женщин, которые хотят иметь сильный план, прописать мощную, масштабную, глобальную стратегию своей жизни. Я буду вместе с вами вести вас за руку 4 месяца, и мы войдём с вами в новый 2025 год полностью обновлёнными женщинами, которые перезагрузили свою жизнь и больше никогда не будут прежними. Если вы хотите кардинальных перемен, если вы хотите по-настоящему наслаждаться своей жизнью, если вы хотите быть уверенной, счастливой и любящей, найдите анкету под этим видео, быстро переходите и занимайте места. Вам нужно оставить заявку прямо сейчас. Количество мест ограничено. Вы помните, всего 100 шикарных женщин. А все, кто быстро-быстро сделает оплату в течение 24 часов, дополнительно бонусом получат в подарок мою любимую авторский блокнот «Книга жизни», в котором вы сможете прописывать свою книгу жизни. Мы отправим её по почте, и она станет прекрасным аксессуаром для настоящей царицы. Итак, время пошло. Ссылку на анкету вы найдёте под этим видео. Заполняйте, занимайте срочно места, либо быстро делаете оплату и получаете «Книгу жизни» в подарок. Самый главный премиум проект 2024 года, проект «Перезагрузка жизни» начинается. Итак, давайте подытожим это вступление. Две роли женщины, которые помогут вам быть в изобилии и богатстве. Первая роль – это учиться быть специалистом, быть в чём-то профессиональным и зарабатывать деньги. То есть первый навык – это научиться делать деньги. Причём вы можете это делать как сотрудник, как специалист самозанятый, или можете делать это как предприниматель. Ну и, кстати, Макс, как жена. Некоторые женщины хотят… Я так мечтаю, чтобы у меня был капитал, а некоторые мечтают… Я хочу мужчину с капиталом. В принципе, возможная конструкция, девочки тоже учтите, но очень неустойчивая. Я знаю много примеров, когда женщина была с мужчиной, у которого есть капитал, а потом она оставалась без ничего. Поэтому если вы можете совместить это всё и остаться тоже с капиталом, или быть женщиной с капиталом, и любить мужчину с капиталом, это вообще просто джекпорт. И вторая роль женщины, которая сделает её богатой и изобильной, это роль инвестора. Вы должны учиться новой профессии, быть инвестором. Мы будем говорить об этом в следующих выпусках. Вы знаете, что я тоже в этом направлении развиваюсь и буду рада делиться с вами всем необходимыми знаниями. Я для этого переехала жить в Кремниевую долину, для того, чтобы развить своё мышление, навыки инвестора. Но об этом поговорим мы в следующих выпусках. И теперь переходим на три закона, которые помогут вам жить в изобилии и богатстве. У нас есть базовые вещи, которые вы уже можете начать делать прямо после этого подкаста. Я прописала эту цель, капитал 10 миллионов, в своей стратегии жизни. Я под эту цель сделала себе финансовые правила жизни. И сейчас я поделюсь своими собственными законами. Итак, первый закон — это тот закон, вопрос, который задают тебе все богатые люди планеты. Они каждый месяц, каждый год, каждую неделю думают об одном — как увеличить свой доход. Вы можете увеличить количество источников дохода. То есть у вас может быть много источников дохода, называется диверсификация рисков или декомпозиция доходов. У вас могут быть разные источники дохода. Я вам здесь на экране приведу пример, какие, например, у меня. Можно увеличить количество источников дохода, а можно увеличить их качество. Пусть источников дохода будут меньше, но вы каждый раз задаете себе вопрос, а как я могу увеличить доход в этом году по каждому из своих источников дохода. Второй закон, который вы должны точно соблюдать, — это оптимизация расходов. Я именно люблю слово «оптимизация расходов», потому что не экономить, а оптимизировать. Когда ты берешь, смотришь на каждый свой расход по итогам месяца либо года и думаешь о том, «Хорошо, а как я могу перенаправить эти деньги?» либо «Как я могу их оптимизировать?» То есть богатые люди думают всегда о том, как можно сократить свои расходы, либо так их перенаправить, чтобы расходы приносили еще большую какую-то ценность. Я вам приведу пример. Есть такое понятие, как пассивы и активы. Пассивы — это то, что падает со временем в цене. Вы туда направляете деньги, вы туда их хороните, и фактически вы не можете забрать оттуда деньги больше. Или их вообще не можете забрать, или вы точно заберете через время деньги меньше. Пассивами можно назвать то, что не приносит вам больше качества, больше радости. То есть оно как будто идет бессмысленное, не принося равноценного обмена. Например, когда я приехала жить в Кремниевую долину, я увидела, я была в шоке, насколько люди просто одевают. У них просто майка, просто джинсы, просто сумочка, просто кеды. На них нет дорогих украшений, каких-то там гвоздей, кортье, у них нет биркин. Они очень скромно выглядят. Они ездят на самых дешевых машинах, но либо на Тесле. У нас, конечно, там все ездят на Тесле, потому что покупка Теслы дает тебе минус, кажется, 7,5 тысяч долларов в год из налогов. Потому что вещь, машины — это пассивы, а не активы. И вот представьте себе, люди живут в домах по 50 миллионов. Это, кстати, актив, а не пассив. Потому что недвижимость растет в цене, особенно в этом месте. Да, потому что они могут сдавать в аренду, и это будет приносить, как бы деньги будут зарабатывать деньги. Дом, да, машина падает в цене сразу в половину, не знаю, на 30%, когда вы выезжаете с салона. Я, например, сейчас продаю свою машину. Когда-то эта машина, выезжая из салона, стоила 60%. Сейчас я ее, дай бог, за 20 продам. Представьте, как это тупо выглядит, вот, например, для людей с таким инвесторским мышлением. И я, приехав туда, приехала, там, сумка Биркин, какие-то там брендовые вещи, коллекция платьев, Дольчика Бана, на пальто, там, Макс Мары и так далее. Я понимаю, что инвестор, например, для моего стартапа, он смотрит на меня, понимает, что я инвестирую в пассивы, и я та тупая курица, которой деньги он бы не хотел доверять. Потому что я их потрачу на понты, и у меня будет голая жопа и шляпа с пером. Знаете, как говорят у нас в Одессе. И это вообще не круто, когда ты как бы внешне на показ придаёшь себе цену, а для них более важно, что ценность внутри тебя, твоя идея, твой стартап, твоя какая-то миссия, которую идею, которую ты хочешь изменить мир. То есть совершенно другое мышление, оно поразило меня, и на самом деле это очень мне близко. И прямо сейчас я этому учусь, и поэтому делюсь с вами в этом подкасте. Итак, второй закон — это минимализм, то есть убрать всё лишнее. Да, первое у нас — это как увеличить свой доход, как повышать свою ценность, как повышать свою эффективность. А вот второй закон — это как раз убрать всё лишнее. Каждый раз, когда вы тратите ресурсы, тратите время, деньги, внимание, энергию, задайте себе вопрос. А это будет равноценный обмен? А зачем? А точно ли я этого хочу? А что будет без этого? А могу ли я без этого прожить? То есть все богатые, успешные люди задают себе два вопроса. Как увеличить доход и как оптимизировать расходы? Как убрать лишнее? Как от чего-то освободиться? Ещё у меня был недавно инсайд. Я приехала в Одессу на лето, ну и освобождала свою квартиру перед продажей, вторую — перед арендой, и, соответственно, собирала вещи. Боже, девочки, у меня столько было переоценок и осознаний, потому что после нескольких лет жизни в Америке у меня настолько изменился мозг, что я, собирая эти вещи все, понимаю, сколько у меня вещей, сколько у меня платья, хотя я минималист. У меня не столько, сколько вы думаете, у меня может быть. Я очень люблю, когда всё пусто, пустые ящики, пустые поверхности. Я не люблю много вещей, но всё равно накопилось, мне всё-таки 43 уже будет. Понятное дело, что у меня там в моих домах разложена куча ненужных вещей, и я складываю все эти вазочки, баночки, штучечки, подставочки, вот это всё собирая. У меня шла сумасшедшая переоценка, потому что одна моя сумка — это два стартапа в моём портфеле инвестора. Или я смотрю на этот диванчик, который просто я вспоминаю, сколько он стоил, мне хочется его обнять и плакать. Понимаете? У нас могут быть разные точки зрения об этом, вы можете высказать свою, но вот я сегодня понимаю, что вот этот стиль минимального потребления, экономичного стартапа, вот этот минимальный, необходимый, качественный уровень жизни, да, это является вторым законом для того, чтобы ты была богатой и жила в изобилии. И здесь, в этом моменте, вы мне скажете, Света, ну я так хочу жить красиво уже, мне целых 25, я хочу уже ездить на шикарной Тачили, я хочу жить в своём собственном доме. Я могу вам предложить очень такой дорогой тренинг, это переехать и пожить в Америке. И посмотреть, как люди, там, ну как бы, да, у них есть вот эта американская мечта в голове, но на самом деле для них это не ценно. Все всю жизнь снимают жильё. После школы он сразу, его родители выбрасывают из гнезда, и он идёт, работает, учится зарабатывать деньги, а потом, когда заработал, что-то накопил, учится их инвестировать. И самое главное здесь, третий закон, закон прибыли. У вас должна оставаться прибыль. То есть не важно, сколько у вас доход, не важно, сколько у вас расход, главное, чтобы у вас оставалась прибыль. То есть фактически, эффективность вашей жизни, это такой же продукт, как и эффективность бизнеса. Ну представьте, вы открываете какое-то дело, и вы делаете, зарабатываете деньги, у вас расходы больше, чем доходы, и у вас бизнес в минусах. Кассовый разрыв, или, например, вы ничего не зарабатываете, просто делаете доход и делаете расход. Но вы бы такой бизнес закрыли, правильно? Это тупо. Почему не точно так же отнестись к своей жизни, как к такому крутому проекту? Вы по итогам года свою личную эффективность должны увидеть. Сколько у вас доход, сколько у вас расход, не важно. Главное, сколько у вас прибыль по итогам года, сколько в капитал вы свой вложили, отложили, инвестировали, накопили. Вот следующий вопрос, который мне точно прилетит в комментариях. Светлана, а если я откладываю, 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 собрала всю волю в кулак, все, я решила. Я откладываю себе копилку, а потом вдруг что-то случается, и я все трачу. Напишите мне, кто хотел задать этот вопрос, сразу вам отвечаю. Как в бизнесе, у каждой из вас в вашей финансовой стратегии должны быть фонды. Например, вы планируете на год. Мой доход такой-то. Есть минимальный, это тот, что прожиточный минимум. Есть желаемый, это качественная жизнь. А есть максимальный, то есть пусть у вас будет три цели, минимальная, средняя и максимальная. Дальше, вы, конечно, планируете свои расходы. Вы знаете, наверное, какие у вас категории расходов, и смотрите так, чтобы минимальный план дохода полностью покрывал ваши расходы. Это первая часть. Дальше, вы начинаете думать, ага, а как мне сделать так, чтобы мой доход был, вот эта вторая планка, в средний доход, и при этом у меня вот это осталось прибыли. То есть, ваша цель по доходу, минус расходы, у вас осталась прибыль. Какая прибыль у вас должна оставаться по итогам года? Роберт Киосаки нам говорил о том, что это должно быть 30%. То есть, из каждых 100 долларов, 30 долларов вы должны отложить. То есть, по итогам года, вот эта рентабельность между расходами и доходами должна быть 30%. Но это вот, вы стремитесь к этому. Для кого-то это мечта. Начните хотя бы 10%. Заплатите вот этот налог на будущее себе в виде 10%. Сделайте свой благотворительный фонд для себя. Чтобы благотворить в будущем, отложите 10% с каждых заработанных 100 долларов. Причем, делайте это сразу. Вот вы получили доход, например, у вас зарплата 1000 долларов. Сразу 10% отложили, а потом, что останется на расходы? То есть, платите себе в первую очередь. Вначале вы отложили в капитал 10 или 30% и только потом вы можете тратить все остальное или распределять по категориям своих расходов. И иногда можно сделать фонды, фонд путешествий. И вы будете 10% вы себе решить, что будете в течение двух лет откладывать на путешествия. И без угрызений совести, свободно на поездки и путешествия из этого фонда видеть, когда вы можете себе что-то позволить. Или у меня обязательно был фонд развития. Это мои обучения. Сейчас это поступление в Стэнфорд. Когда-то это были курсы школы владельцев бизнеса, вы знаете, я проходила. В общем, я постоянно проходила 3-4 курса в год. Я на это откладывала. Это не было из капитала, это не было экстра. Я знала, что я женщина, которая будет всю жизнь развиваться. И даже на покупку книг для своего саморазвития я брала из этого фонда фонд образования. Напишите мне, а есть ли у вас фонд образования? Есть ли у вас там какая-то накопленная сумма, на которую вы повысите свою, например, квалификацию как женщина или свою квалификацию как специалист и спокойно можете планировать на год своё собственное образование, своё саморазвитие. Поэтому, когда вы говорите, ой, не знаю, что-то случается, я потом иду и трачу всё, это какая-то точка зрения следствия. Вы не следствие, вы причина, вы не жертва обстоятельств, вы автор этих обстоятельств, поэтому сядьте и сделайте свою финансовую стратегию и примите свои правила жизни в отношении финансов. Итак, я знаю, что мы с вами уже несколько раз на канале Women's Guide об этом говорили, я знаю, что мы будем об этом говорить, особенно на ответ на вопрос, Светлана, куда инвестировать, это потом когда-нибудь разберёмся. Сейчас самое главное, чтобы вы, прямо глядя мне в глаза, приняли эти три закона. Первый закон это как увеличить свою ценность и увеличить свой доход. Второй закон убрать из своей жизни всё лишнее и оптимизация расходов. Третий закон это в фокусе вашем прибыль и накопление капитала. Ну а дальше люди, у которых есть хоть какой-то капитал, раньше я мечтала, чтобы у меня было 100 тысяч долларов в копилке, мне казалось, что я буду суперуверенная в себе, просто буду такая дерзкая смогу быть, потому что я была одна, у меня было двое маленьких детей, у меня был такой маленький доход. Я засыпала и просыпалась с идеей, что у меня будет 100 тысяч в копилке либо миллион. Конечно, я мечтала о миллионе и когда мне казалось, что он будет, вот тогда-то я и заживу. Не делайте этой ошибки, развивайте в себе способность наслаждаться жизнью, своё искусство наслаждения уже сейчас, потому что не факт, что когда у вас будет там что-то желаемое, вы будете более счастливы. Лучше быть счастливой, быть уже в изобилии и идти к своим целям с хорошим настроением, с улыбкой, быстро, легко и радостно. Всё, о чём я говорю, это просто осознать, всё происходит только тогда, когда у тебя есть стратегия, когда у тебя есть знания, когда у тебя есть окружение и ментор, твой наставник, который говорит тебе о том, как хакнуть эту систему и построить правильные шаги. И потом, когда у вас есть капитал, вы думаете о том, как приумножить этот капитал, например, когда он маленький, например, вот у вас есть 10 тысяч долларов, вам нужно думать о том, как его приумножить. Потом, когда вы их приумножите, вы будете думать, какие у вас должны быть в портфеле инвестиции, чтобы после того, как ты разбогател, ты мог их сохранить, уже меньше рисковать, а больше работай на то, чтобы твой капитал сохранился. И чтобы вы встали на эти правильные рельсы и как-то могли осознать всю важность и ценность этих трёх законов, этих двух своих ролей, я вам скажу только одно. Мне сейчас будет 43. Это значит, что через 7 лет мне будет 50. И вы знаете, я бы очень хотела, чтобы там в 50 у меня был капитал, который работает, не покладая рук каждый день. С утра до вечера 24 на 7 365 дней в году приносит мне каждый месяц зарплату как хороший муж. А я при этом делаю платформу, пишу книги, делаю наконец-то благотворительный фонд для подростков. Я инвестирую, вкладываю, придумываю, создаю. Продолжаю жить идеями, горящими глазами. Я буду трудиться, но я не буду думать о выживании. Есть ли у меня там на массаж или на тренировку деньги? Могу ли я поехать куда-то или не могу? Могу ли я себе позволить сегодня просто, так как у меня нет энергии, ничего не делать? Я смогу быть более свободной и принимать решения не из страха, не делать то, что я не хочу. От слова совсем не делать то, что я не хочу и точно делать то, что я хочу. Но это всё возможно в вашей жизни только тогда, когда у вас есть стратегия. Я очень хотела это сказать вам в этом подкасте. Даже несмотря на то, что у нас уже была эта тема, мы это обсуждали. Я знаю, что это видео посмотрит много новеньких. Я буду рада, если вы подпишетесь на этот канал и посмотрите все предыдущие подкасты на этом канале. Я буду счастлива, если вы поделитесь своей точкой зрения своими законами, своими правилами богатства и изобилия в комментариях. Ну и, конечно, поделитесь этим видео с теми, кому эта информация может быть очень вовремя и очень полезна. Помогайте вместе с нами распространять знания и усиливать сильных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!